Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Информационный обзор сегодняшних рязанских событий. Главная тема этого выпуска в краткой версии. Суд да дело. Сегодня в Рязанском областном суде прошло заседание по резонансному делу. Да здравствует Попов! В Рязани отпраздновали день радио. В Альмаматор приехали выпускники разных лет. 137-й гвардейский десантный полк принял гостей в преддверии Дня Победы. А теперь обо всем подробнее. Одно из наиболее резонансных коррупционных дел, судя по всему, вот-вот получит свою окончательную точку уже дополнительно. Речь идет о неприглядных похождениях периферийных вождей бывшего главы Клепиковского района Олега Архипчкина и руководителя спасклепиковского городского поселения Руслана Щепелева. В принципе, оба уже получили приговор. Однако, существуют нюансы, связанные в частности с невыплатой установленных судом штрафов. В качестве исторической справки следствием установлено, что весной 2010 года Архипчкин потребовал у жителя Рязани взятку за выделение тому трех муниципальных земельных участков. Руслан Щепелев выступал в качестве посредника. Оба попались, следователи собрали доказательства, начальников судили. Они получили в качестве наказания неслабые многомиллионные штрафы. Однако, с выплатой ежемесячных взносов у осужденных получились неувязочки. А вот этого наш суровый справедливый закон ой как не любит. Как это так? Назначенные судом выплаты задерживать за это можно и за колючку угодить? Сегодня как раз праведный гнев российской Фемиды испытал на себе бывший спасклепиковский градоначальник Руслан Щепелев. Суд постановил заменить осужденному Щепелеву Руслану Владимировичу 7 мая 1977 года рождения уроженцу села Столпцы-Старожиловского района Рязанской области, неисполненное основное наказание в виде штрафа в размере 38 миллионов, назначенные приговором Рязанского областного суда 24 мая 2012 года по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 примука Российской Федерации в редакции федерального закона 4 мая 2011 года номер 97 КЗ Лишением свободы на срок 2 года с отбыванием пополнения поселений Сегодня в Рязани отмечают большой национальный праздник глобально-локального масштаба Речь идет о дне радио и традиционном народном сборе выпускников Едут к родному Радику, как ласково называют альмаматор все, кто учился в Рязанском радиотехническом вузе, со всей Руси Великой, от Москвы до самых до окраин Встречи седых ветеранов, выпускавшихся в древних глубинах минувшего века Тусовки юных специалистов, которые едва старше нынешних студентов Демократичные преподаватели, в том числе пребывающие на пенсии И воспоминания, воспоминания, воспоминания Ну и возлияние, не без них, конечно Однако на территории университета с этим строго, как говорится, сразу нет Некоторые заметки с сегодняшней встречи представляет Глеб Галушкин Традиция у выпускников радиоуниверситета собираться 7 мая в день радио возле стен своего вуза Зародилась более полувека назад Впервые это событие произошло в 1958 году Когда несколько десятков молодых инженеров пришли, чтобы отметить первый выпуск С тех пор радиоинститут выпустил свыше 60 тысяч специалистов И многие из них 7 мая встречают усокурсниками, вспоминают студенческую молодость Встречаясь со своими друзьями, я как бы возвращаюсь в свою молодость, свою юность И мне всегда при встрече со всеми здесь, потому что много знакомых и по работе, и по спорту встречаюсь Я всегда получаю заряд такой эмоций, которые жду в следующих годах Конечно, вспомнить студенческие годы, всех увидеть, со всеми пообщаться, ну и вообще, чтобы не забывался радиоинститут Прежде всего, встречи со своей молодостью, ну и конечно встречи со старыми друзьями, которые, как мы надеемся, остаются молодыми Ректор радиоуниверситета Виктор Гуров закончил факультет электроники в 1975 году Он рассказывает, что выпускники вуза работают в различных отраслях промышленности и науки Нет отрасли, прежде всего, технической, военно-промышленной, где бы не работали наши выпускники Когда я был просто выпускником и сотрудником вуза, я как-то об этом не задумывался Но когда вот попал в ректорат и стал первым лицом, чрезвычайно приятно, когда приезжаешь в какое-нибудь министерство Ну, не министерство образования, да, а министерство, связанное с нашей промышленностью Узнают, что ты это самый ректор, приходят 3-4-5 студентов, бывших нашего выпускника, или дети наших выпускников И благодарят, это ощущения, я вам скажу, очень яркие Празднование Дня радио началось с концерта от центрального входа и проведения торжественного ученого совета После этого стартовала, так сказать, неформальная часть Впрочем, стоит отметить, что празднование Дня радио выпускниками радиоуниверситета Проходит более культурно, чем в минувшие годы Возможно, что дружеская и теплая атмосфера среди выпускников не нуждается в подогреве горячительными напитками И, кстати, уже несколько лет, как ночь накануне Александра Попова Как назывался некогда радиостуденчеством полночный час в преддверии 7 мая Проходит в Рязани без коллективного шествия вокруг памятника изобретателю радио Вот, например, как это было несколько лет назад Понятно, что такая ночная толпа почитателей радиогения на территории вуза Мало кого из руководства и правоохранителей обрадует Да и само действие отдавало некоторым образом кощунством Хотя все здесь понимают и добрую шутку, и веселое действие Равно как и меру во всем этом деле В общем, нет теперь этих хороводов Ночью около памятника Попова проходит спокойно, тихо и вполне достойно И так уже три года Кстати, сам Александр Степанович по ночам частенько засиживался за книгами и опытами А не ходил кругами вокруг монументов Может, потому-то и стал великим изобретателем Задумаемся об этом, дорогие друзья Сегодня в Рязани продолжились праздничные встречи в преддверии Дня Победы Одна из них состоялась на территории 137-го десантного полка в Гвардейское Подразделение выезжала Оксана Тебенихина Сегодня в Рязани на территории 137-го воздушно-десантного полка Прошла церемония торжественного возложения гирлянды памяти к бюсту генерала Маргелова В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-десантники и представители рязанских властей Сегодня, в канун праздника, большого праздника Великой Победы 9 мая Мы чтим наших ветеранов, которые живут на нашем 5-м округе И ветеранов 137-го гвардейского воздушно-десантного полка Который тоже располагается на 5-м избирательном округе Я считаю, что мы, как молодые люди, должны однозначно помнить тот подвиг, который сделали наши старшие поколения Которые погибали за нас, чтобы мы жили, чтобы мы были здоровые, счастливые, жили в мире Конечно, с каждым годом все тяжелее и тяжелее собираться Мы, естественно, всегда предоставляем транспорт и без дома, и домой После этого, конечно, нравится, конечно, вспоминают Нам рассказывают свои подвиги Мы с удовольствием их слушаем Далее делегация переместилась на импровизированную фронтовую поляну Без вкусного стола в такой день обойтись невозможно Это мероприятие является традиционным Депутаты Рязанской гордумы стараются уделять ветеранам как можно больше времени Хотят помочь На самом деле наступает самый светлый праздник, который только есть в нашей стране Это День Победы, праздник, который все любят, помнят И, конечно же, в преддверии праздника встретиться, собрать всех ветеранов Еще раз выразить им слова благодарности, нашего уважения о том, что мы помним то, что они для нас для всех сделали Я считаю, что вот эти встречи, они обязательно нужны, что мы их не забываем, что мы их помним Поэтому мы эти встречи будем регулярно, ежегодно продолжать И пользуясь случаем, хотелось бы поздравить не только ветеранов пятого круга, а ветеранов вообще всей И Рязани, и Рязанской области, и всей нашей необъятной страны Пока такие люди, храбрые, самоотверженные, любящие и любимые окружают нас Воспитывают младшие поколения, становятся как-то спокойнее Это герои, закаленные в пламени самой страшной войны на земле Даже сейчас, в свои годы, они производят впечатление несгибаемых бойцов И хочется их радовать почаще, чтобы они, дорогие наши ветераны, труженики, в свою очередь, радовали нас еще долгие годы Своё небольшое, но трогательное мероприятие в честь Дня Победы провели сегодня ученики 25-й Рязанской школы Ребят возложили цветы к памятнику герою Советского Союза и национальному герою Италии Фёдору Политаеву А потом раздали прохожим георгиевские ленточки Ученики младших классов 25-й школы уже четвертый год подряд устраивают митинг памяти у монумента Фёдору Политаеву Здесь преподаватели рассказывают ребятам о подвигах нашего земляка Далее идет возложение к подножию монумента цветов Обычно на митинг приходят и ветераны Великой Отечественной войны Однако в этом году из-за дождливой погоды участники битв и труженики тыла пришли к ребятам в школу Митинг у нас состоялся, правда, в стенах школы также были ветераны Мы вручали им цветы, слушали их воспоминания, прошли уроки мужества А в течение вчерашнего, сегодняшнего дня мы постепенно приходим с классами и возлагаем цветы у памятника Политаева После митинга школьники раздавали прохожим георгиевские ленточки Стоит напомнить, что по всей стране накануне Дня Победы добровольцы на площадях Рязани раздадут всем желающим более 60 тысяч георгиевских лент Чуть более суток остается до Дня Победы Наша телекомпания, напомним, готовит прямой эфир праздничного парада в Рязани Сейчас идет проверка и окончательная настройка аппаратуры Мы уже видим при помощи установленных камер жизнь центральной площади Рязани и ее окрестностей Вот, например, одна из любопытных бытовых сценок Эвакуатор вывозит неправильно припаркованные автомобили Во время прямого эфира онлайн-трансляция пойдет с нескольких камер, расположенных, так сказать, в основных видеоточках площади А потому те, кто не сможет посмотреть парад воочию, получат возможность наблюдать его, просто расположившись в кресле у телевизора Вчера на пресс-конференции в Рязанской мэрии о грядущем прямом эфире 9 мая Был заявлен официально представителями городских властей Прямой трансляции площади Ленина В прямом эфире будут показаны праздник песни в солдатском строю и праздник здравствует Трансляция будет вести с нескольких камер И начнется на телеканале городской в 10 часов 40 минут Также 9-го мы планируем дать в эфир репортажи с других праздничных площадок А кроме того, рассказать о рязанских ветеранах Великой Отечественной И других малых и локальных войн нового времени Наша земля всегда рождала героев И День Победы стал не только праздником фронтовиков 40-х годов Но и потомков победителей Которые никогда и нигде не уронили славы и чести России Кстати, парад Победы в Рязани в прямом эфире увидят зрители в нескольких районных центрах Где с недавних пор идет вещание нашей телекомпании Так что мы передаем телепривет жителям Скопина, Оряжеско, Новомичуринское, Кораблино Смотрите 9 мая нас в прямом эфире Да и в другие дни, конечно, тоже Сейчас в программе небольшая зарисовка от Оксаны Тебенихиной Которая с удовольствием осваивает наши новые телевизионные территории В этот раз она привезла планы Скопина Телекомпания «Город» начала вещание своих программ и по области Мы уже побывали в городе Новомичуринск Сегодня мы в Скопине И специально для наших телезрителей мы проведем небольшой экскурс По этому милому, небольшому, зеленому и такому уютному городу Скопин – один из древнейших городов Рязанской области Статус города, кстати, он получил в 1778 году Но согласно археологическим исследованиям Еще в XII веке на его месте сложилось поселение Названное Лихаревским городищем Поселок был укреплен рвами и валами Для защиты от набегов неприятелей Сейчас же город Скопин имеет собственную инфраструктуру Несколько крупных предприятий И почти 29 тысяч человек населения Выстоял все-таки Родина 30 героев Советского Союза Шести кавалеров Ордена Славы Актеров, режиссеров, писателей, физиков, историков, ученых Государственных деятелей Скопинская земля богата на таланты Благодаря именно таким местечкам Уютным и отдаленным от столичной суеты В стране есть кем гордиться А людям есть на кого равняться Мы надеемся на то, что наши работы Жители Скопина оценят Ну а мы в свою очередь Приложим все усилия для того, чтобы стать надежными товарищами Для каждого из них Ну и еще к сведению С 18 по 23 мая в нашей родной Рязани-Матушке Между прочим, библиотечной столицы России 2014 года Состоится Всероссийский библиотечный конгресс 19-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации На сегодняшний день уже зарегистрировано Более 800 участников конгресса Из 67 регионов России В дни работы конгресса пройдет И 15-я выставка издательской продукции Новых информационных технологий Продуктов, товаров и услуг Прийти на нее смогут все горожане И это еще не все О библиотеках на сегодня Наша программа завершается Мы перемещаемся в студию проекта подробности Сегодня у нас в гостях будет Людмила Палачева Руководитель отдела информации и образовательных ресурсов Нашей Горьковской библиотеки Это красивая женщина И мастер своего дела Недаром ее фото украсил недавно открытую в Рязани областную доску почета Так что расстаемся ненадолго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова